Федеральная поддержка. Регионы могут получить финансовые средства на модернизацию систем коммунальной инфраструктуры. Коммуналка растет. Почему увеличиваются тарифы ЖКХ и за что конкретно будем платить больше? В центре внимания малый бизнес. Власти России продолжат формирование механизмов поддержки развития малого и среднего предпринимательства. С главными новостями дня в студии Ирина Цепетова. Финансовая поддержка на модернизацию систем коммунальной инфраструктуры будет оказываться за счет средств фонда содействия реформированию ЖКХ. Согласно постановлению правительства с бюджетом субъектов федерации или местным бюджетом, поддержка может быть оказана на модернизацию систем коммунальной инфраструктуры, расположенных на территории населенных пунктов с численностью населения не более 250 тысяч человек. Финансовая поддержка предоставляется на подготовку и реализацию мер по модернизации систем тепловодоснабжения, водоотведения, очистке источных вод и обращения с твердыми коммунальными отходами. Говоря о теплоснабжении, стоит отметить, что средства будут выделяться в части создания, реконструкции, модернизации тепловых сетей или источников тепловой энергии с установленной мощностью до 25 мегаватт, водоснабжения, водоотведения, очистки источных вод и обращения с твердыми коммунальными отходами. Также поддержка может быть оказана в виде субсидирования процентной ставки. Принятые решения будут способствовать созданию условий для привлечения частных инвестиций на модернизацию систем коммунальной инфраструктуры. Расходы бюджета на модернизацию в сфере ЖКХ не должны вести к увеличению тарифов для населения. Об этом заявила вице-губернатор Татьяна Лагвиненко в ходе заседания, посвященного проблемам достижения баланса интересов поставщиков коммунальных услуг и их потребителей. В Нинницком округе модернизация сферы ЖКХ еще не проведена, однако с 1 июля тарифы повышаются, планово, как и во всей России. На что и почему, расскажет Валентина Чебичек. Здесь потекло сильно. Они сказали, мы будем сваривать. Я говорю, нет, сварку я вам не дам делать, у меня только что сделан ремонт. В общем, они согласились вырезать часть. Коммунальные аварии в доме номер 33 по улице Ленина не редкость. То прорвет трубу, то закапает с потолка. Один из первых жителей многоквартирного дома, Тамара Алексеевна, говорит, трубы в здании не менялись с 91-го года. Именно тогда дом был сдан в эксплуатацию. Несмотря на изношенные коммунальные сети, плата за теплоэнергию, водоснабжение и водоотведение не снижается. Получается где-то 6 тысяч. Я вот сейчас платила 6 тысяч за всё. Если бы я на одной пенсии была, то это очень тяжело. Но добавки же дают. Я как дети войны отношусь к категории. Благодаря дополнительным выплатам Тамара Алексеевна долги не копит и по счетам платит исправно. Хотя для однушки в 36,5 квадратных метров 6 тысяч рублей сумма немалая. При том, что в квартире прописан один человек. В новом году плата за коммунальные услуги повысится ещё. Ежегодный рост приходится на июль. Тарифы на электроэнергию для городского населения вырастут на 7,44%. Цена за 1 кВт-час составит 4 рубля 62 копейки. Жители сёл платят за электроэнергию по коэффициенту 0,7. В итоге, по сравнению с декабрём прошлого года, тариф составит 3 рубля 23 копейки за единицу потреблённой энергии. Тарифы на теплоснабжение изменятся сразу в двух направлениях. Так, потребители тепла по КТС будут платить меньше на 10%. Вместо 2708 рублей – 2470. А вот компания «Автоматика-сервис» установила тарифы выше относительно декабря прошлого года на 9%. Одна гигакалория обойдётся жителям в 1500 рублей. Небольшой рост цен ожидается на твёрдое топливо, газ, водоснабжение и централизованное водоотведение. В итоге средний рост тарифов по округу составил 4,4%. Как рассказали специалисты, рост обусловлен годовой инфляцией и уровнем доходов и расходов ресурсоснабжающих организаций. Изменение размера совокупной оплаты граждан для Нинска автономного округа в 2016 году с 1 июля 2016 года произойдёт также по-разному, но в целом оно не должно превысить 6,7% от платы в декабре 2015 года. Рост цен на коммунальные услуги помогает сдерживать округ. Для этого в бюджете предусмотрены субсидии на возмещение недополученных доходов. В 2016 году на эти цели будет направлено порядка 930 миллионов рублей. Более 760 пойдёт на субсидирование коммунальных услуг для сельских жителей. Также администрация региона ведёт диалог с поставщиками коммунальных услуг о модернизации сферы ЖКХ. Зачастую обновление инфраструктуры ложится на плечи потребителей. По мнению главного финансиста округа Татьяны Лагвиненко, в регионе необходимо максимально оптимизировать деятельность коммунальных предприятий и снизить себестоимость их услуг, которые нередко бывают не лучшего качества. Практически всегда, постоянно. Это большая редкость, когда она в чистом состоянии. Ржавая вода в домах Наринмарцев – привычная ситуация, даже если дом новый. По мнению специалистов по КТС, это зона ответственности управляющей компанией. Раз в год она должна проводить генеральную очистку труб. У жильцов на этот счёт своё мнение. Вода проходит некачественную водоподготовку с большим содержанием железа. Когда доходит до потребителей, ещё с учётом низкого давления, вся эта грязь, которая накопилась на трубах, на стенах, она при каждом открывании крана осыпается со стен и идёт к нам. Что касается самого предприятия по КТС, в телефонном интервью главный инженер Геннадий Галишевский рассказал, в 2015 году проведены капремонты тепла и водосетей в пяти районах города. Поработать над качеством коммунальных услуг необходимо управляющим компаниям. Валентина Чибичев, Владислав Носкин, Телеканал «Север». Власти России продолжат формирование механизмов поддержки развития малого и среднего бизнеса. Об этом заявил президент России Владимир Путин. Сегодня он выступил на пленарном заседании предпринимательского форума «Опоры России». «Мы, безусловно, продолжим формировать механизмы, которые позволят продолжить движение вперёд, такие, в частности, как Корпорация развития малого и среднего предпринимательства. На её базе сконцентрированы все инструменты поддержки бизнеса, финансирование, юридическая помощь, информационный маркетинг», сказал Владимир Путин. Глава государства добавил, что необходимо приложить все усилия, чтобы в сфере малого и среднего бизнеса сохранилась стабильность, чтобы временные ограничения и экономические, и бюджетные не стали преградой для притока в эту сферу как можно большего числа образованных, современно мыслящих и инициативных людей. Выступление президента слушала и делегация Ниницкого регионального отделения «Опоры России». Предприниматели высказали свои предложения по развитию бизнеса. С подробностями по телефону из Москвы член регионального отделения Александр Корабель. Говорили о налоговом стимулировании, о том, чтобы увеличить пороги применения упрощенной системы налогообложения, о том, чтобы предусмотреть новую систему регистрации людей самозанятости, о налоговых льготах по налоговому имуществу, и вместе с агентством и инициативами для прячих наиболее лучшие муниципальные практики регионов. В принципе, все предложения Владимир Владимирович поддержал, пожелал успехов, сказал, чтобы мы обязательно воспользовались с теми сложностями, которые у нас появляются. В регионе всерьез взялись за содействие занятости инвалидов. С этого года юрлицам и индивидуальным предпринимателям будут возмещать затраты, связанные с созданием рабочих мест для инвалидов. Продуктами обеспечены с начала года в отдаленные населенные пункты региона завезено порядка 100 тонн продовольствия. Губернатор Нинецкого округа Игорь Кошин подписал постановление администрации региона, которым утвержден порядок реализации мероприятий по содействию трудоустройству незанятых инвалидов. Согласно постановлению Центра занятости, население будет возмещать юрлицам и индивидуальным предпринимателям затраты, связанные с созданием рабочих мест для инвалидов. Это приобретение, установка, монтаж специального оборудования и прочее. В нынешнем году максимальный размер возмещения утвержден в размере 90 тысяч рублей на одно рабочее место. В последующие годы запланирован рост. Кроме того, будут возмещаться затраты, связанные с выплатой и заработной платы инвалидам. Компенсации будут рассчитываться, исходя из минимального размера оплаты труда в России, увеличенного на размер районного коэффициента в НАУ. Для получения господдержки работодателям необходимо будет заключить договор с Центром занятости. В договоре будут прописаны, в частности, обязанность работодателя принимать на места освободившиеся после увольнения инвалидов других незанятых инвалидов, а также обязанность не проводить сокращение штатных единиц, занятых инвалидами в течение одного календарного года. Требуется продавец, пекарь и кочегар. В деревне Белушье, где фактически проживает 15 человек, временно закрыли магазин и пекарню по причине дефицита кадров. Пекарь и продавец ушли на пенсию, кочегар перешел на другую работу. Трудиться в торговом предприятии среди сельских жителей некому, поскольку в основном все они люди пожилого возраста. Закрывать предприятия в деревне не собирались. Запасов угля хватит на две зимы. Здание магазина и пекарни в Белушье – одно из лучших в округе. По словам председателя Пешского потреб общества Любови Шубиной, они с радостью примут на работу людей из других поселений, но пока желающих нет. Поэтому на сегодняшний день там некому работать. Потому что у нас там кочегарка, в кочегарку никто не хочет идти, потому что там все пенсионеры живут. А из нижней пеши, вы знаете, мы здесь продавца не можем найти. А в Белушье, ну, просто разкачутся не поедем. В центре занятости мы не обращались, потому что там бесполезно обращаться. Если мы в центре занятости обращались по продавцам, по нижней пёше, и обратилась всего три часа за полгода, и когда слышали условия жизни для нижней пёши, что вода помоет, мне тут же говорили все «до свидания». А как себе представить, в центре все откуда-то приедут в Белушье, это даже немыслимо и нереально. Готовя этот сюжет, мы выяснили, что о свободных вакансиях продавца, пекарей и кочегара в центре занятости действительно не знают, потому что никакой информации от работодателя к ним не поступало. А между тем, по словам директора центра занятости, на учёте по безработице в учреждении как раз стоит житель Белушья со специализацией кочегар. Включиться в решение кадрового вопроса малонаселённой деревни планирует и глава муниципалитета Галина Смирнова. Сейчас будем выходить на окружную администрацию, на экономический отдел, чтобы, может быть, по малому бизнесу может кто-то согласиться выполнять работу по выпечке хлеба, может, на дому, как-то вот так вот решать вопрос. Пока в деревне решают кадровый вопрос, без продуктов жители Белушья не останутся. Потребка операции организовала бесперебойное снабжение селян всем необходимым. Еженедельно жители формируют заявку и по мере необходимости продукты отправляют снегоходами из Нижней Пёши в Белушье. За последние 8 дней продукты завозили дважды, несмотря на то, что удалённость населённых пунктов друг от друга составляет 25 километров по зимней дороге. Кроме того, в деревне есть частный предприниматель, который и раньше занимался торговлей продуктов. Ирина Цепитова, Леонид Шишелов, Телеканал «Север». С начала года в отдалённые населённые пункты региона окружной потребкой операции завезено порядка 100 тонн продовольств. Завоз не прекращался даже в период новогодних каникул. Об этом сообщила руководитель Ненецкого окружного союза потребительских обществ Наталья Кордакова. С открытием зимников из Воркуты в Усть-Кару и Каратайку из Архангельской и Мизини в Нижнюю Пёшу и Ому завозят овощи, фрукты, колбасы, молочную продукцию вездеходами. В село Нижнепечорье доставка товаров осуществляется из Наринмара на треколах и снегоходах. Самым труднодоступным пунктом является село Коткино, откуда потребка операции поставляет на буранах сметану, творог и молоко в Индигу, где Коткинская молочная продукция пользуется большим спросом. Неделю назад очередная партия со свежей продукцией была отправлена в Хруту и Хривер по зимним автодорогам из Усинска, открывшимся в конце декабря. В феврале-марте в населенные пункты округа начнутся поставки муки, сахарного песка, круп и растительных масел для того, чтобы обеспечить сельчан необходимым запасом стратегического набора продуктов до летней навигации. Оленеводческие хозяйства, семейные родовые общины и оленевод-участники Нинницкого округа направили на убой более 34 800 оленей. План по убойной кампании на текущий сезон выполнен сельхозпредприятиями на 91,5%. По информации Департамента природных ресурсов и АПК НАУ, в настоящее время убойную кампанию продолжают только в Индиге. Оленеводам Тиманской тундры предстоит направить на убой еще порядка 700-800 голуб. По информации предприятия Мясопродукты, сегодня в Нинмар в целях промышленной переработки вертолетами уже доставляется сырье из Индиги. На период забоя в Тиманском сельсовете будет введен запрет на продажу алкогольной продукции. Напомню, администрация региона вправе устанавливать дополнительные ограничения времени, условий и места розничной продажи алкогольной продукции, в том числе полный запрет на розничную продажу во время массовых мероприятий, в том числе и в период убойной кампании. 24 января молодежь всей страны будет состязаться в знании истории блокады Ленинграда. Сборная и молодежная команда выйдут на улицы Наринмара, чтобы выполнить задание интерактивной игры. 24 января во всех уголках страны молодежь будет состязаться в знании истории блокады Ленинграда. Попробовать свои силы смогут и наринмарцы. Этот квест, именно так назвали предстоящие мероприятия организаторы, приурочен к 73-й годовщине прорыва советскими войсками кольца блокады. Но это был еще не конец, город оставался в кольце еще год, но с прорывом обстановка на Ленинградском фронте значительно улучшилась. Окончательно северную столицу освободили из кольца немецко-фашистских захватчиков 27 января 1944 года. В воскресенье сборная молодежная команда выйдут на улицы Наринмара, чтобы выполнить задание интерактивной игры, основанной на подлинных событиях блокадной летописи Ленинграда. Молодежные исторические квесты вообще будут проходить впервые с этого года. Их будет шесть разных квестов, посвященных различным событиям Великой Отечественной войны. Квест будет проходить в формате уличном. Команды от пяти до десяти человек, молодежи, то есть это школьники старших классов, студенты, работающая молодежь. Для участия в игре необходимо до 21 января заполнить анкету и отправить на адрес patreon.comolot83.ru с пометкой квест. Сбор капитанов команд состоится 21 января в два часа дня в молодежном центре. Сам квест блокада Ленинграда начнется 24 января в 12 часов дня. Приближается любимый праздник всех студентов Татьянин день. Это день бесшабашного веселья, молодецкой удали, задорных песен и плясок. В честь Дня российского студенчества региональный молодежный центр приглашает всех студентов на веселые ледовые соревнования. Там участвуют шесть команд от учебных заведений, плюс остальные студенты будут болельщиками. Шесть команд будут соревноваться за главный приз. Будут на катке разные кафеты веселые, шуточные для них. Самая веселая и спортивная команда от организаторов конкурса получит звание «Лучший» и специальный приз. Всех желающих приглашают 25 января в Ледовый дворец Труд в начало мероприятия в 15.30. Более подробную информацию вы можете получить по телефону 4-51-51. Напомню, что на Руси Татьянин день отмечался 12 января. По старому стилю, а по новому 25. День этот был ознаменован учреждением 1-го Московского университета императрицы всея Руси Елизаветы Петровны. Это были все новости на сегодня. Далее прогноз погоды. Субтитры создавал DimaTorzok